К счастью, я быстро понял, что если буду снимать, рассчитывая на успех, вообще никогда ничего не сниму. Снимать надо то, что самому нравится, из-за что потом не будет стыдно. Собрать стадо из баранов легко. Трудно собрать стадо из кошек. 20 декабря 1730 года 19-летнему Михаилу Ломоносову в Холмогорской воеводской канцелярии выдали паспорт, подписанный воеводой Григорием Воробьевым. «Отпущен Михаил Васильев Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года», — гласит документ. Получив разрешение, чтобы не быть битым кнутом, как беспартийный бродяга, Ломоносов решил уйти с караваном мороженой рыбы, направляющимся в Москву. Всячески скрывая свое намерение, поутру смотрел он, как будто из любопытства на выезд сего каравана. Следующей ночью, когда все в доме отца спали, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за он им вслед, не позабыв взять с собой любезных своих книг, составляющих тогда всю его библиотеку, грамматику и арифметику. На третий день настиг его в семидесяти верстах. Караванный приказчик не хотел взять его с собой, но убежден был просьбою и слезами, чтобы дал посмотреть Москву, наконец согласился. Так начался путь холмогорского самородка к мировой научной славе. 13 сентября 1757 года Михаил Ломоносов поддержал идею поручить Вольтеру написание истории Петра Великого. Эта тема французскому мыслителю была близка. Почти 30 годами ранее он сочинил биографию Карла XII. К тому же, как уверял сам Вольтер, в 1717 году он лично наблюдал русского царя, гуляющим по улицам Парижа, в чем очень сомневаются историки, ибо мыслитель в ту пору был заключен в Бастилию. Другими словами, уговаривать философа не пришлось. А вот прусский король Фридрих II, друживший с Вольтером, был крайне недоволен, когда узнал об этом намерении знаменитого просветителя. «Скажите мне», укорял он француза, «чего ради задумали вы писать историю сибирских волков и медведей?» Как бы то ни было, первый том истории Российской империи при Петре Великом за авторством Вольтера вышел в 1759 году, второй – в 1763. Так состоялось первое капитальное знакомство европейцев с Русской империей. Перевод книги на русский язык был издан в 1809. Немногие знают, что своеобразным приложением к этому изданию стали анекдоты о царе Петре Великом. Краткое изложение Вольтером наиболее примечательных событий жизни первого российского императора. Приведем небольшой эпизод. Ростом Петр был высок, лицо его выражало гордость и величие, но порой оно искажалось конвульсиями, кои портили его черты. Приписывались ей недостаток действию некого яда, который, по слухам, давала ему Софья. Но подлинным ядом было на самом деле вино и водка, коим часто предавался с излиществом, что и оказалось вредоносным для его крепкого сложения. Самые раскаленные уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. В ночь на 14 сентября 1321 года скончался великий Данте Дуранте Дельи Алигьери. Литератор, мыслитель, богослов, политический деятель, основатель единого литературного итальянского языка. Его жизнь зависела от политических интриг и социальных конфликтов. Данте, родившийся во Флоренции, но вынужденный бежать из родного города, всю жизнь выступал за политическое объединение Италии и сильное просвещенное государство. Он находился на шаг впереди Средневековья, провозглашал наступление нового времени, гуманизма, расцвета культуры, эпохи Возрождения. Однажды Данте получил из Болонского университета письмо с предложением написать на латинском языке поэму на тему современной истории. За это произведение на латыни Данте обещали увенчать лавровым венком поэта поэтов. Лавровый венок был заветным желанием Данте, но он хотел получить высокое призвание на родине, во Флоренции, поэтому отказался от лесного предложения из Болонии. Летом 1321 года, когда была написана последняя строка рая, Данте обратился в Венецию с дипломатической миссией заключить мир с республикой Святого Марка. На обратном пути, проезжая по заболоченным низинам устья реки По, он заболел малярией. После месяца борьбы за жизнь сердце Данте не выдержало. Ему было 56 лет. Чело почившего поэта увенчали лавровым венком, о котором так мечтал он при жизни. 26 марта 1851 года в Костроме был торжественно открыт памятник, посвященный подвигу Ивана Сусанина. Автор монумента был скульптор Василий де Мут Малиновский. На постаменте стояла круглая колонна из розового гранита, увенчанная большим бюстом царя Михаила Федоровича, на груди которого виднелся позолоченный крест, а у подножья колонны расположился колено преклоненный молящийся Сусанин, слева от которого две жаловные грамоты его потомству. Надпись на задней стороне гласила «Ивану Сусанину за царя, спасители, веры и царство, живот свой положившему благодарное потомство». Заметим, что традицию почитать Сусанина как спасителя царя Михаила, основателя династии Романовых, заложила Екатерина. В период Отечественной войны 1812 года подвиг Сусанина назвали ярким примером народной доблести и самопожертвования. Интерес к домненскому крестьянину кратно усилился в царстве Николая I. Прославление Сусанина стало важным элементом государственной патриотической политики. В этот период в Костроме установили памятник народному герою. После революции 1917 года имя Сусанина попало в разряд «Слуг царей». Так что в канун первой годовщины революции с памятника была сброшена и голова царя, и скульптура Сусанина. 9 декабря 1836 года в Петербургском Большом театре прошла премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Опера, которой руку плескал Николай I, стала символом новой национальной идеологии – триады. Православие, самодержавие, народность. В ходе создания произведения несколько раз меняло название. Сам композитор назвал ее Иван Сусанин. Но одноименную оперу уже сочинил итальянец Катарина Кавоса. На завершающем этапе опера получила название «Смерть за царя». Глинка обратился с позволением посвятить ее Николаю I. Посвящение первой русской оперы на такой важный сюжет было благосклонно принято и одновременно утвержден окончательный вариант названия «Жизнь за царя». Отрывок из цикла «Шумера Акадской мифологии». Богиня Иштар была смертной, но она не хотела заканчивать свою жизнь естественным образом и в последний момент разделилась на свою смерть и то, что не хотела умирать. Смертная часть приняла вид собаки. Между ними сразу же началась война. Пес вроде бы стал одолевать богиню. Остальные боги испугались этого и заставили их заключить мир. Согласно договору, Иштар лишили телесной оболочки, а ее смерть стала хромым псом с пятью ногами, который должен был спать в далекой стране на севере, в России. Русская идея, всенародный культ. Про русский мат. Там было написано, что матерные слова стали ругательными только в христианстве. А раньше у них был совсем другой смысл, и они обозначали невероятно древних языческих богов. Среди этих богов был такой хромой пес с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает. 12 декабря 1792 года 22-летний Людвиг ван Бетховен в Вене взял первый урок музыкальной композиции у прославленного к тому времени Франца Йозефа Гайдена, заплатив за него в современном эквиваленте 19 центов. Престарелый маэстро вел занятия, довольно раскрепощенные по своей форме, судя по записям расходов Людвига. Обычно они заканчивались в кафе. Папа Гайден обожал шоколад. Гайден относился к нетерпеливому молодому человеку снисходительно с оттенком юмора. Из-за его бескомпромиссного характера и смуклого цвета лица он прозвал его «Великим Моголом». Однако эти занятия вскоре разочаровали и ученика, и учителя. Бетховен думал, что Гайден был недостаточно внимателен к его стараниям. Гайден же пугали не только смелые по тем временам взгляды Людвига, но довольно мрачные мелодии. Ваши вещи прекрасные и даже чудесные вещи. Но то тут, то там в них встречается нечто странное, мрачное. Так как вы сами немного угрюмые и странные, а стиль музыканта – это всегда он сам, говорил о своем ученике Гайден. Константин Коровин. Алексей Кондратьевич Саврасов был профессором в школе живописи военной изучества в Москве, где я учился. Это был мой профессор, автор картины «Грачи прилетели» и многих других восхитительных картин, которые редко кто видел, так как они были не в галерее, а в частных собраниях. Алексей Кондратьевич был огромного роста богатырского сложения. Большое лицо его носило следы остатка оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу чмокая, стесняясь. Да, да, уж в сокольниках фиалки цветут. Да, стволы дубов в останки не высохли. Весна, какой мох, уж распустился дуб. Ступайте в природу, говорил он нам. Там красота неизъяснимая. Весна, надо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить. Если нет любви к природе, то не надо быть художником. Не надо. А как Алексей Кондратьевич нужна в пейзаже даль, деревья большие, воды? Спросил его однажды ученик Мельников. Не знаю, ответил Саврасов. Не знаю, не надо, а может быть и надо. Я не знаю. Можно просто написать, что хочется. Хорошо только написать. Хорошо. Хорошо. Нужна романтика, мотив. Романтика бессмертна. Настроение нужно. Природа вечно дышит, всегда поет. И песня ее торжественная. Нет высшей наслаждения созерцания природы. Земля ведь рай. И жизнь тайна. Прекрасная тайна. Да, тайна. Прославляйте жизнь. Художник тоже поэт. А как же писать, с чего начинать, спрашивают его ученики. Я не знаю. Опустив глаза, говорит Алексей Кондратьевич, нужно любить. Форму любить, краски, понятия, нужны чувства. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу. Тогда можно писать. А если я влюблен в музыку, говорит ученик, то все же не умею, не сыграешь на гитаре. Да, да, ответил Саврасов, верно, но если влюблен в музыку, то выучишься и будешь музыкантом, а если нет, то трудно, ничего не будет. Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в восхищении. Шли в природу, писали с натуры, этюды, говорили друг другу, указывая, это не прочувствовано. Мало чувства. Надо чувствовать. Говорили все тогда про чувства. 151 год назад, 11 декабря 1871 года, в Петербургской академии художества открылась первая выставка художников-передвижников. В экспозицию входили портреты кисти Ивана Крамского, полотно Николая Ге Петр I допрашивает царевича Алексея, пейзажи Ивана Шишкина, жанровая сцена Василия Перова «Охотники на привале» и многие другие. Гвоздем мероприятия стал пейзаж Алексея Саврасова «Горочи прилетели». Выставка имела коммерческий успех. От продажи картин было выручено 23 тысячи рублей. В дальнейшем выставки передвижников проводились во многих городах России, а последняя, 48-я, прошла в Москве в 1923 году. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых, постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых, вылезти оттуда. Вылезти из жопы надо всего один раз, после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь, которую ты в ней проведешь. 28 января 1741 года родилась Наталья Петровна Голицына, фрейлина при Пяти Императорах, прототип графини в Пушкинской пиковой даме. Дочь графа Чернышева вышла замуж за князя Владимира Голицына и немедленно подчинила его своей воле. Энергичная и умная, она создала себе такое положение, что ей оказывали внимание все государи и государыни, начиная с Екатерины Второй и кончая Николаем Первым. Высшее общество считало за честь бывать у нее дома. Наталья Петровна была буквально образцом придворной дамы. Почти вся знать была ей родственная по крови или по бракам. Императоры высказывали ей любовь почти сыновнюю. В городе она влавствовала какой-то всеми признанную безусловной властью. После представления ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон. Гвардейский офицер, только надевший полеты, являлся к ней как главнокомандующим. Семья трепетала перед княгиней. Дочку она звала Катенькой, когда той было за 60. Сына Митенькой, а это был московский генерал-губернатор. Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет. А полюбовался я на нее аппетит и бодрость. Нет счастливее матери, как старуха Голицына. Надо видеть, как за ней дети ухаживают. А у детей-то уже есть внучата, писал Константин Булгаков. С возрастом она стала дурна собой, имела большие усы и бороду. Почему и получила в обществе прозвание «Ля принцесса мустажь». Усатая княгиня. Именно этот образ ветхой старухи, обладавшей отталкивающей непривлекательной внешностью в сочетании с острым умом и царственной надменностью, и возникал в воображении первых читателей пиковой дамы. Согласно легенде, внучатый племянник Голицыной, князь Голицын Фирс, рассказывал Пушкину, что однажды начисто проигрался в карты, в отчаянии бросился к Голицыной с мольбой о помощи. От ее французского друга, небезызвестного графа Сен-Жермена, Наталье Петровне была известна тайна трех карт – тройка, семерка, туз. Если верить фольклору, он тут же отыгрался. В Петербурге Голицыну, иначе как пиковой дамой, не называли. А главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не Герман. Его имя вообще неизвестно, а Герман с двумя Н. Это фамилия героя, немцы по происхождению. А вот в опере «Пиковая дама» автор Лебрета Модест Чайковский, младший брат Петра Ильича, убрал одну «Н», превратив фамилию Герман в имя Герман. 9 декабря 1890 года в Санкт-Петербурге в Мариинском театре давали премьеру оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского. Автором одноименной повести, сюжет которой лег в основу оперы, является, как известно, Александр Сергеевич Пушкин. Однако Лебрета для музыкального произведения, в том числе и крылатую фразу «Что наша жизнь игра» сочинил младший брат композитора Модест Чайковский. Идея поставить новую оперу у 50-летнего композитора появилась во время репетиции балета «Спящая красавица», посвященную директору императорских театров Ивану Всеволжскому. Планируя следующий сезон, они и пришли к мысли об опере. Поскольку собственных замыслов не было, решили взять Лебрета Модеста, который написал его для композитора Николая Клиновского, но тот от него отказался. Новая работа увлекла Петра Ильича, он даже отказался от дирижирования и уехал в Италию, чтобы никто не отвлекал его от творчества. Единственным сопровождающим его был слуга Назар. Работа была завершена за 44 дня. Ни об одном другом своем творении композитор так не отзывался, так восторженно, как о Пиковой даме. Слуге он говорил, опера будет, если Бог даст, так хорошо пойдет, что ты расплатишься, Назар. Чайковский даже свою жизнь делил на два периода, до написания Пиковой дамы и после нее. Впрочем, критики не увидели ни оригинальности, ни глубины замысла композитора. Сует на легкомыслие, воплощанное в красивых и мощных звук. Пиковая дама, пестра, полибрета, лишена стиля по музыке, но богата пестрыми частностями. Зато у неразбирающихся, в частностях, зрителя опера имела полный успех. Вслед Петербургу последовала постановка в Киеве, через год в Москве, а еще через год в Праге и Одессе. И если критики и коллеги хоронили русскую музыку, предрекая ей упадок, то Петр Ильич говорил, трудно согласиться с пессимистическими взглядами на состояние современной музыки. Когда я вспомню, что такое была русская музыка во времена моей юности, и сравниваю тогдашнее положение вещей с теперешним, то не могу не радоваться и возлагать самых лучших надежд на ее будущее. На снимке певицы Мария Славина в роли графини в опере «Пиковая дама» 1890 год. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. 16 сентября родилась одна из самых известных героинь Шекспира – Джульетта. На самом деле история Джульетты начиналась далеко не с Шекспира. При создании своей трагедии автор отталкивался от уже написанной автобиографической истории Луиджи де Порто и его кузина Лучины. Тот, в свою очередь, построил сюжет своего произведения на новеллах других авторов, изучение которых и привело к тому, что исследователи шекспирских произведений подтвердили реальность Джульетты. Они даже определили дату, когда она родилась. Хоть это было и невероятно сложным, особенно если учесть, насколько давно все происходило. Но Шекспир – мастер деталей. Вот по этим деталям и было вычислено, когда родилась Джульетта. Проще всего было определить день. Джульетта родилась в день Святой Ефимии. Это 16 сентября. Но вот год! У Шекспира Джульетте всего 13 лет, но ее реальному прототипу в 1302 году исполнялось не 14, а 18. Откуда же взялась цифра 1302? У Дапорту есть упоминание о том, что борозды правления в те времена были у синьора Бартоломео де ла Скала. И правил он Вероной в течение трех лет. Начиная с 1301 года, ну и последним штрихом в определении года рождения Джульетты стало упоминание о том, что Пасху того года праздновали в мае. В указанном промежутке времени такое произошло только раз – в 1302 году. Отняв от 1302 года 18 лет, исследователи получили абсолютно точную дату рождения главной романтической героини нашего мира – 16 сентября 1284 года. 14 сентября 1911 года в Киевском городском театре был смертельно ранен председатель Совета Министров Российской империи Петр Столыбин. Первый министр сопровождал Николая II на торжествах по случаю открытия памятника императору Александру II и в связи с 50-летием отмены крепостного права. Царский двор и члены правительства присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане». Во втором антракте Столыбин беседовал с военным министром Владимиром Сухомлиновым у ограждения кестровой ямы. Неожиданно к нему подошел молодой человек и дважды выстрелил в упор из браунинга. Первая пуля попала в руку, вторая – в живот, задев печень. Все происходило на глазах царя и его дочерей. Очевидцы сообщили, что после ранения Столыбин перекрестил государя, тяжело опустился в кресло и отчетливо произнес «Счастлив умереть за царя». Стрелявший, который оказался эсером Дмитрием Багровым, бросился бежать, но на выходе был схвачен офицерами из публики, разоружен и жестоко избит толпой. Леб-медики приняли решение не удалять пулю из тела Петра Аркадьевича, что привело к заражению крови, от которого первый министр скончался через четыре дня. Император не посетил умирающего Столыпину в больнице, отговорившись более важными делами. «Неоднократно предав Столыпину и поставив его в беззащитное положение по отношению к явным тайным врагам, обожаемый монарх не нашел возможности быть на похоронах убитого, но зато нашел возможность прекратить дело о попустительстве убийцам», писал возмущенный Анатолий Кони. «Убийстве Столыпина видели руку Распутина, другие умысел императора, третий заговор анархистов. Киевская пресса уже на третий день после покушения, еще при жизни Столыпина, разоблачила в багрове агента охранного отделения. Чтобы избежать огласки, детали покушения, террориста по приговору военного окружного суда уже 24 сентября повесили в Лысогорском форте». «А голова твоя где? На плечах. А плечи где? В комнате. А где комната? В доме. А дом? В России. А Россия где? В беде, Василий Иванович». 13 июля 1793 года член конвента председателя Кавинского клуба Жан-Поль Марат был убит сторонницей жерандистов Шарлотты Карде. Имя одного из радикальных лидеров французской революции Жан-Поля Марата хорошо известна в России, этот якобинец во времена советской власти считался предтечей коммунистического движения. Его именем были названы улицы во многих городах страны, и даже герой песен Александра Розенбаума на улице Марата счастлив был когда-то. Марат был одним из самых горячих сторонников казни свергнутого короля Франции Людовика XVI и приветствовал ее. Кстати, именно Марат в своей газете «Друг народа» стал публиковать списки врагов народа. Участь тех, кто попадал в них, была крайне печальной. Этот опыт идеолога французского террора позже пригодится большевикам. Шарлотта Карде была республиканкой, однако выступала против террора и была потрясена казнью короля. 24-летняя девушка решила, что остановить террор можно, если уничтожить его идеолога Марата. Она добилась встречи с ним под предлогом передачи нового списка врагов народа. К тому времени Жан-Поль почти не появлялся в конвенте, он страдал от кожного заболевания, и страдание его облегчало только ванно, сидя в которой он принимал посетителей. Услышав имена изменников, Марат заявил, что они скоро отправятся на гильотину, и в этот момент девушка ударила его специально прихваченным кухонным ножом. Карде была тут же схвачена, и каким-то чудом ее удалось спасти от гнева толпы. Следствие было скорым. Суд присяжих единогласно приговорил Шарлотту к смертной казни. На нее надели красное платье по традициям, в нем казнили убийцы и отравителей. От исповеди Карде отказалась. В половине восьмого вечера она взошла на эшафот. Плотник, помогавший установить помост, подхватил отрубленную голову девушки и выразил ей свое презрение, дав пощечину. Этот поступок пришелся по вкусу радикальным сторонникам Марата, но был осужден официальными властями. А еще Тютчев говорил, «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело». 10 декабря 1866 года 63-летний поэт Федор Тютчев написал свое самое знаменитое, самое цитируемое четверостишье «Умом Россию не понять». Европеец по стилю своей жизни, семейному укладу, с 18 лет проживший свыше двух десятилетий вне родины, с детства привыкший к французскому языку, как к обиходному, Тютчев страшился французской заразы. А Марсельеза звучала для него, как реквием тому миру, в котором он был рожден. Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев пишет жене из Варшавы, «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым, полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую будущем грязь милой родины». Окружающие дружно считали его гением, хотя этому в ту пору явных подтверждений не было, Федор Иванович не любил печататься. Ему было лень переписывать свои стихи, изложить на бумаге мысли. Из-за этого Россия потеряла блестящего мыслителя, философа и политического публициста. Он предпочитал надиктовывать статьи жене. Именно ей мы обязаны Тютчевским наследием. После смерти мужа она бережно собрала и переписала его стихотворения, в том числе посвященные своей сопернице. Есть у Роберта Шекли рассказ «Абсолютное оружие». Действие происходит на Марсе. Два друга набредают на древний склад вымерших марсиан и начинают пробовать всякое оружие, надеясь продать его на Земле и разбогатеть. На одном ящике написано «Абсолютное оружие». Они открывают ящик, появляется огромная пасть. Один из них просто падает в обморок. Пасть глотает его и говорит «Мне нравится пассивная протоплазма». Другой начинает защищаться огнеметами, гранатометами, пушками, атомными ракетами. Напасть все это абсолютно не действует. Она глотает человека вместе со Стингером и говорит «Активная протоплазма, мне тоже нравится». И все. Марс обречен. Земля обречена. Жизнь во вселенной обречена. 12 декабря 1792 года в Санкт-Петербурге скончался Денис Фанвизин. Ему было 47 лет. Немногие знают, что фамилия этого писателя-сатирика стала писаться в ее привычном для всех варианте только в XIX веке. За это рьяно ратовал Александр Пушкин, аргументируя это тем, что Фанвизин из перерусских русский. На самом деле предок Фанвизина Денис Иванович и ливонский рыцарь Фанвизин был взят в плен русскими при Иване IV. Тяготение к изящной словесности проявилось у Фанвизина довольно рано. Но фурор недоросля не шел ни в какое сравнение с успехом его ранних книг. Современников более всего в недоросли пленяли благоразумные монологи Стародума, но позднее комедию ценили в том числе и за колоритный, социально характерный язык персонажей и закрасочные бытовые сцены. Кстати, часто эти два плана комедии, идеологический и бытоописательный, противопоставлялись, как, например, в эпиграме Ипполита Богдановича. Почтенный Стародум, услышав подлый шум, где баба непригожая с ногтями лезет к роже, ушел скорее домой писатель дорогой. Прости, я сделал то же. Не писал я раньше пьес, обходился как-то без. А подбил меня на это всероссийский наш ликбез. Нашей пишущей стране пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть со всеми наравне. Издаваться? А на кой? Я же не Андерсон какой. И куды мне вслед за ним-то с ненабитой рукой? Но не всякий индивид издаваться норовит. Но не всякий твердо знает, что такое алфавит. Да зачем же издавать всех, кто может рифмовать? Рифмовать пустое дело, все равно как ревновать. Рифмовать пустое дело, все равно как рифмовать. Рифмовать пустое дело, все равно как рифмовать.